Если меня просто вот остановить и спросить, кто ты такой, я невролог, я должен молотком стучать по людям. Среди врачей, мне кажется, довольно много музыкантов и, ну, патологоанатом... Тоже человек. Да, это такая работа, при том, это тяжелая работа. Почему повергает в шок то, что человек может копошиться в людях? Хотя много музыкантов так делают всю свою жизнь и живут на это, и жить на это можно. Когда-то же мы должны за это ответить, да, и поэтому в этом плане действительно ситуация интересная. Уговорил. Кирилл, привет. Привет. Ты знаешь, в сети практически нет с тобой ни одного интервью. Ты не очень любишь общаться или рассказывать о себе? Честно говоря, не знаю, почему так. Я, в общем-то, довольно общительный. Другое дело, что это не так часто происходит. Поэтому, наверное, в этом основная причина. Ты знаешь, в свое время, когда вы еще были Костромской группой, я, насколько знаю, очень много людей, во всяком случае, в Москве, познакомились с вашим творчеством благодаря Алексею Сергеевичу Вдовину. Расскажи, как вы познакомились и как вот это все произошло. Алексей Вдовин, в общем-то, для нашей группы сделал, наверное, самое значимое действие, которое могло быть вообще. Но тут нужно сказать, наверное, что мы, в общем-то, всегда хотели куда-то двигаться. Любой человек, который играет в маленьком городе, он всегда хочет рано или поздно из этого города уехать. И один раз был такой просто очень странный случай, когда я уже знал песню Алексея Вдовина благодаря своим друзьям, которые мне их показали. И я увидел, что Алексей Вдовин приезжает в Кострому. И это было в такой момент, когда я находился в другом городе. И я что-то ни с того ни с сего решил ему написать и рассказать о том, что мне очень больно от того, что как бы Леша приедет, а я не приду на концерт. Я ему об этом написал, и он мне ответил и сказал, что типа, «О, ты из Костромы, слушай, а может быть, ты поможешь как-нибудь там собрать людей?» И я, в общем-то, помню, что тогда я попытался эту встречу как-то кому-то показать, но сам на нее не попал. И потом прошло какое-то время, и у нас впервые состоялся маленький выезд в Москву. И мы играли концерт в очень странном месте. Это была такая фото-выставка, на которую никто не пришел. Фотографии, вернее, даже не фото-выставка, это была выставка какого-то авангардного художника. Все картины были просто каким-то кошмаром, потому что там на коробке из-под пиццы было нарисовано что-то там абсолютно невнятное. Вот. И, в общем, мы очень грустно сыграли первую половину нашего первого в жизни московского концерта. И после этого я вышел, я тогда курил, я вышел покурить, и я слышу, поет Леша Вдовин. И я не понимаю, то есть думаю, что, видимо, у меня просто какой-то ментальный сдвиг происходит. Но выяснилось, что действительно просто мы играли в таком месте, которое располагалось рядом с клубом «Археология». В археологии был какой-то фестиваль, и там выступал Леша. И, в общем, мы быстро доиграли вторую часть концерта и пошли туда. И, в общем, Леша спускается со сцены, я к нему подхожу и говорю, «Леша, вот ты знаешь, вот это я, вот я тебе там писал, в общем, и как бы ты там приезжал в Кострому, а меня там не было. И, в общем, ну, что-то бы там постояли, поговорили». И уже в тот момент что-то, в общем-то, произошло в плане того, что, по-моему, Леша просто предложил как-то выступить в Москве вместе с ними. Или я предложил ему приехать в Кострому, Ярославль. Я не помню, честно говоря. Но, в общем, с тех пор мы как-то подружились. И потом был очень значимый концерт в Билингве, где мы играли на разогреве у Недры. И как-то потом у нас у самих немножко так все начало двигаться. Вот. И, в общем-то, с тех пор дружим. Слушай, а вот у тебя тоже гитара «Фюрх» — это ты по Лешиной наводке купил? Да, да. На самом деле мне не нравится эта гитара, и она мне не подходит. Но она очень круто звучит. Я купил ее, потому что я когда-то поиграл на Лешиной гитаре, и мне очень понравилось. Но просто в какой-то момент я понял, что мне нужна другая гитара, и я до сих пор нахожусь в поиске. У меня, в общем-то, много инструментов, и все они не очень мне подходят. Это очень странно, потому что нет универсальной гитары. Хотя я играю просто, но, тем не менее, комфортно я себя не чувствую. Я всегда в поиске вот этого какого-то ощущения, чтобы ты с гитарой был каким-то единым целым. У меня так очень редко получается. Ну, то есть ты какую-то модель не видишь для себя пока, гитары? Я слушал гитары разных, разной ценовой категории, и, в общем-то, что-то всегда, ну, какой-то аспект их мне не близок. Хотя у меня есть очень странная такая история, потому что у меня есть дома гитара, очень дешевая, на которой я пишу в основном какие-то песни свои. И она очень плохо звучит, если ее подключить, она такая средняя. Но на ней я чувствую максимально приближенный комфорт, то есть мне действительно удобно играть и удобно что-то передавать благодаря этому. Но найти вот инструмента с такой же степенью удобства и с хорошим звуком мне пока не удалось. И я не знаю, честно говоря, это вообще, конечно, странно, потому что многие люди, которые гораздо больше понимают в гитарах, чем я, они, как правило, не испытывают таких проблем. Но вот у меня почему-то так. И, ну, наверное, когда-нибудь мы с нужным мне инструментом сойдемся в одной точке. Группа «Весна в Сан Блико» появилась не так, в общем, давно, ну, по сравнению там или это просто на слуху не так давно все это? Ну, группа «Весна в Сан Блико» появилась где-то, наверное, в районе 2009 года. Ну, относительно. Да, для меня это, мне кажется, что это очень давно. Другое дело, что я измеряю как бы не... Ну, тут, знаешь, нужно сделать отступление. Меня в жизни интересуют три вещи. Только три, в общем-то. И это не так давно я для себя понял, что это вот именно так. Это, в общем-то, медицина, да, неврология и все, что вокруг нее находится. Это музыка и поэзия. Это то, что в этой области находится. И третье, это, в общем-то, финансы и фондовые рынки. То, что находится в этой стезе. И всеми этими вещами я, в принципе, увлечен и активно ими занимаюсь. И у меня всегда была такая цель, чтобы, если кто-то знает именно меня как человека, вот специалиста в одной среде, он никогда не должен испытывать такое снисходительное чувство, что он занимается чем-то еще, и поэтому он что-то там может не успеть, и ему что-то можно простить. И именно поэтому я думаю, что мы вот придерживались, ну я для себя придерживался такой стратегии, что я все должен успевать. И в какой-то момент я понял, что это так все равно не работает. Потому что в медицине ты, в общем-то, отвечаешь не только за свои внутренние там ситуации, за свою там гармонию с собой, а ты отвечаешь за другого человека, и медицина всегда будет на первом месте, всегда будет в приоритете. И увлечение медициной, оно, в общем-то, всегда будет впереди. И именно поэтому группа не может развиваться какими-то большими темпами. И мы, ну то есть сначала я очень сильно из-за этого переживал, потому что, в общем-то, ты можешь куда-то поехать, ты можешь что-то сделать, а ты не можешь, потому что у тебя много работы, когда-то было много учебы, там еще что-то. И сейчас я понимаю, что, ну как бы, нет смысла вообще думать об этом, потому что все, о чем я занимаюсь, все крайне интересно. И мне, в общем-то, не так сейчас важно, какая из этих сфер всплывет в нужный момент и раскроется. Понятно, что медицина всегда будет приоритетом, но музыка, да, она давно. Группа появилась в 2009 году, сама идея этой группы выступать. Мы начали что-то там году в 2011, до этого мы просто что-то пытались репетировать. В 2012 записали первый альбом, который, в общем-то, ужасен. И слушать его я никому не советую. Вот, потом мы съездили в наш первый тур. И как раз, кстати, там мы в первый раз познакомились с тобой, с большим количеством музыкантов, с которыми общаемся. Ну и потом у нас, у нас все происходит так, как бы, то пусто, то густо, по той простой причине, что наша жизнь, вот всех нас, да, она очень сильно насыщена какими-то разными вещами. Поэтому с точки зрения, как бы, существования группы, мне кажется, что это очень долго. Там 10 лет, 11 лет, это очень много. Ну, если говорить там об Алексеев Дувине, то Группинетра уже как бы... Ну, нет, нет, нет. Это, я, как музыкант, я, или как, там, исполнитель, я все еще чувствую себя новичком во многих вещах. Я не, ну, то есть, я не являюсь каким-то человеком, там, с позицией, которого можно вот так вот смотреть на все свысока или, там, с какого-то опыта. Нет, у меня не очень много опыта. Раз ты уже заговорил о медицине, давай расскажем тем, кто может быть не совсем в теме. У вас в группе два... Да. Два врача. Два врача, да. Давай расскажи вот про вот эту всю тему. Да, я даже не знаю тут, как бы, что тут можно рассказать. Ну, я, честно говоря, офигел, когда узнал, я помню, это было, по-моему, на Рамонском роднике, когда мы с вами сидели, что-то там общались, и вдруг как-то, ну, я уже не помню, как зашел разговор, и, ну, или Фил сказал, или ты сказал, что он, значит, работает патологоанатомом. И вот у меня вот, ну, образ Фила как-то, ну, вот просто никак не стыкуется с тем, что он вот работает вот так. Да, ну... Ну, это, конечно, очень круто. Очень. Тут, ну, как я не знаю, мы дружили все до того, как у нас появилась группа, и именно поэтому мы так странно себя ведем, мы приезжаем куда-нибудь и тусуемся втроем, и ни с кем не общаемся. Это чисто, мне кажется, такая костромская тема, в плане того, что, ну, нам всегда было, в общем-то, комфортно. И изначально нас было четверо, с нами был еще ударник Саша, вот. И у нас было два врача и два человека, занимающихся некими компьютерными какими-то штуками, в которых мы не сильно понимали. Вот. Мы с Филиппом, ну, мы учились в одной академии, и, ну, в общем-то, я не знаю, почему повергает в шок то, что человек может копошиться в людях, в телах. Нет, это не повергает в шок. Ну, это, да, то есть среди врачей, мне кажется, довольно много музыкантов, и, ну, патологоанатом, это, ну... Тоже человек. Да, это такая работа, при том, это тяжелая работа. Ну, безусловно, да, безусловно. Такая немножко специфичная, но в то же время просто к любой работе ты в какой-то момент адаптируешься, и, ну, то есть когда ты говоришь, ну, там, человек-патологоанатом, у меня вообще, ну, то есть для меня ничего, не возникает никакого вот этого перекоса, что «а как же так?» И, конечно, нам, ну, это профдеформация такая, то есть ты воспринимаешь, что, в общем-то, это, ну, обычная работа. Но многим людям кажется, что да, это что-то сверхъестественное. Нет, наверное, нет. Ну, это надо еще у Филиппа, наверное, спросить. Но сколько мы с ним тоже на эту тему говорили, он тоже, в принципе, со мной солидарен. Сейчас время непростое в плане вот этих всех болезней, коронавирусов и так далее. Как вот ты видишь эту ситуацию изнутри? Эта болезнь, она, конечно, безусловно, есть, да, то есть, ну, ты знаешь же, да, что есть определенные люди, которые считают, что этого как бы нет, да, то есть теории Заллера и что такое. К сожалению, да, такие люди есть. Да, такие люди есть. То есть, как бы, болезнь имеет место быть, все, вопросов нет. Появилась она каким образом, на свой взгляд? Слушай, ну, то есть это... Тут мы подходим... ...искусственно созданная штука или это... Нет, ну, тут мы подходим к такой позиции, да, есть доказательная медицина и есть как бы то, что считается просто общей, да, медициной. И врачи, которые, в общем-то, пытаются следить за тем, куда вообще медицина развивается, а таких не очень много, к сожалению, они понимают, что, ну, у нас есть официальные источники, которые дают нам официальную медицинскую информацию. И, как правило, эти источники очень авторитетные, которые, в общем-то, дают ее во всем мире. И да, мы можем, конечно, им не доверять, но с другой стороны, зачем нам доверять, там, Никите Михалкову или каким-нибудь другим людям, которые несут чушь полнейшую про, там, чипирование или создание, там, в каких-то университетах, там, где-нибудь в каких-то лабораториях, да, все-таки большинство официальных мнений сходится к тому, что вирусы, рано или поздно, да, они могут эволюционировать так же, как и все остальное. И, к сожалению, мы сталкиваемся с такими вирусами, с которыми, ну, к которым мы не готовы. И поэтому происходит такая инфекция. И это происходит с определенной периодичностью, и, в общем-то, такое было, и вот такое снова случилось. И в этом нет ничего ужасного. Более того, мы сейчас находимся в такой ситуации, когда мы просто должны подождать, пока будет нормальная вакцина, и мы снова придем в нормальное русло. Когда это происходило бы, там, не знаю, 500 лет назад, это было бы гораздо все страшнее. Поэтому здесь нет, ко всем конспирологам я отношусь очень плохо, и все это, мне кажется, полнейшей чушью. И я с этим часто сталкиваюсь, потому что в большинстве неврологических проблем есть масса и, там, такого психологического и психиатрического компонента. И люди очень склонны домыслить, да, и придумать что-то, чего нет, или наоборот, не видеть то, что очевидно. Задача врача в том, чтобы отделить объективность от необъективности. Поэтому здесь мое мнение такое, что нет, это абсолютно естественный процесс, и с этим вирусом мы, в общем-то, и как и с многими другими в будущем другие поколения столкнутся, и мы столкнулись. И мы его преодолеем, и вакцина это, в общем-то, лучшее, что нам поможет с этим преодолеть. Другое дело, что есть вопрос, конечно, к вакцине из нашей страны, потому что, ну, опять же, те же авторитетные, да, издания мировые говорят нам, что она не совсем прошла все испытания. Но это уже, как бы, другой вопрос. Но в целом моя позиция такая. Ну, а смотри, а вот есть же некоторые страны, которые карантин вообще не вводили, да, и, в общем, они, как бы, ну, мягко говоря, не вымерли там все. Че, как это? Да, ну, это вся история с Швецией, да, то есть... Ну, с Швецией, там, с Белоруссией, там вот это все. Да, но тут, тут есть очень интересные нюансы, да. Но вопрос, веришь ли ты статистикам? Веришь ли ты статистикам в каждой стране, ну, например, в статистике Белоруссии мы можем верить? Или России? Я, например, ну, как бы, наверное, да, доверять им в каком-то смысле правильно, потому что чего вдруг бы нам не доверять? Но по большому счету вопросы есть. И как бы... И Швеция, в общем-то, в какой-то момент признавалась в том, что у них действительно очень много больных, гораздо больше, чем они бы этого хотели. Поэтому мы не знаем, да. Опять же, ну, да, у них есть плюсы, у них есть бенефит от этого в том, что большая часть людей так или иначе переносит эту инфекцию и в дальнейшем, как бы... Ну, вырабатывают иммунитет какой-то, да, и все такое? Но единый момент на этом приводит к коллапсам. И, да, поэтому, если нет предельно, как бы, честной статистики, то здесь, конечно, можно сказать, что мы не вводили карантин, и у нас, в общем-то, больных не очень много. И все выглядит классно, но как только ты начинаешь копать, и когда ты начинаешь, как бы, погружаться в это, ты понимаешь, что на самом деле все не совсем так. Кирилл, и что такое телемедицина? Ты как-то писал пост, и я, честно говоря, вот его прочитал и так понял очень поверхностно. Что это такое? Это относительно молодая область медицины, когда врач и пациент находятся довольно далеко друг от друга. Есть специальная программа, в которой пациенты, врач общаются по видеосвязи или по аудиосвязи. И есть специальное, в общем-то, руководство, как врач должен себя вести, что он может таким способом проконтролировать. Безусловно, он может не все, потому что, ну, даже поставить грамотный диагноз без осмотра нельзя. Но вот скорректировать, там, дозу лекарства можно, можно какие-то, там, простые рекомендации дать, что-то еще посоветовать. И, что самое забавное, довольно много вещей можно таким способом решить. И поначалу я к этому относился очень скептически, типа, телемедицина, что я буду там делать, да, я невролог, я должен молотком стучать по людям. Но на самом деле много чего можно сделать, потому что довольно много людей обращаются из-за ситуаций, которые, в общем-то, не требуют какого-то такого активного участия врачам. Ну, это официальная какая-то штука, да? Да, конечно. То есть, вот просто, если я врач и сижу дома, и... Нет, ты по скайпу нельзя консультировать. Не прокатит, да? То есть, это какой-то что, специальный портал, сайт, да? Есть закон о телемедицине, и есть, в общем-то, центры или там клиники, да, в которых есть специальное вот это вот программное обеспечение, внутри которого... А там есть, в общем-то, возможность проверки всего, что ты скажешь пациенту, что скажет пациент, да. Есть страховая компания, которая может это проверить. Ты пишешь заключение по окончанию этого. Поэтому, к сожалению, да, врачам по Zoom или по Skype консультировать людей нельзя, но в таких вот сервисах можно. Кирилл, а вот ты часто в соцсетях выкладываешь стихи. Насколько много у тебя стихов, которые не стали песнями? Или это, может быть, они там полежат, потом... Как это становится? Ну, я, честно, не знаю, потому что действительно бывает так, что стихи в какой-то момент смогут стать песней, к ним может даже дописаться припев, такое было несколько раз. Но вообще, конечно, стихов больше. Я в основном пишу. Основная моя деятельность в группе — это текст, и я в целом, наверное, больше поэт, чем музыкант. Хотя это как бы тоже под вопросом. И я сейчас придерживаюсь такой позиции, что все-таки песня должна рождаться из музыки. Она должна рождаться из мелодии, из каких-то аккордов, переборов, не знаю. И такие песни, которые вот из этого происходят, они, как правило, мне более интересны. Они более настоящие песни. В то же время, как бы, бывает и удачно, что там стихотворение может хорошо лечь на какую-то музыку. Вот. Но я думаю, что стихов больше все равно. А как ты считаешь, вообще, человека можно научить писать стихи, сочинять стихи? Я думаю, что нейросеть можно написать, научить сочинять стихи. Но тут... И это будут неплохие стихи. Но есть нюанс. Просто даже в этом полотне, которое можно механически составить, может отсутствовать, ну, такой вот, именно настоящий момент, да. То есть, вот, как бы, именно поэтическая такая жилка, как бы, тру-тру. То есть, вот, сама суть, да. Я думаю, что этого невозможно научиться. Это все равно должно как-то происходить где-то вот там, совсем внутри, да. То есть, мозг должен работать так, чтобы он был способен это воспроизвести. Но, с другой стороны, ну, наверное, технику какую-то, и при том, эту техничность можно развивать достаточно успешно. То есть, какие-то люди могут быть достаточно талантливы, если они будут это делать. И, наверное, отчасти можно, но до конца истинную поэзию, думаю, что нет. Ты знаешь, Розенбаум когда-то рассказывал, что вот свои блатные песни, да, цикл, цикл казачьих песен, он написал до 25 лет. То есть, вообще ничего не зная, не о каком-то мире, так сказать, блатном, не о каких-то казаках и так далее. То есть, у него, ну, тема такая, что что-то открылось, и я написал, да, то есть, что-то мне пришло. Я абсолютно с ним согласен. У тебя тоже так? Да, в большинстве случаев действительно я пишу порывом. То есть, это прям берет и происходит, от меня никак не зависит. Но бывают случаи, конечно, когда я долго над чем-то работаю, и это тоже, в общем-то, неплохо, но это по-другому. И это, ну, зачастую видно и чувствуется. Всяком случае, мне понятно становится. И есть еще такой нюанс, что я думаю, что человек должен не зацикливаться на каком-то вот, на какой-то одной среде, в которой он находится. Но это вот через всю, наверное, мою жизнь проходит. Вот смотри, например, мне очень нравится, когда у музыканта есть второй сайт-проект, в котором он делает что-то принципиально другое. Хороший пример, например, Миша Калинин. Я зачастую понимаю, что Будлцикл, мне кажется, иногда талантливее, чем Афинаш. По той простой причине, что человек отпускает себя, как бы разрешает себе то, что не разрешает в других местах, раскрепощает, и получается что-то прям крутое. И в этом плане мне, кстати, очень интересен юмор и вообще комедия как жанр. И я не так давно веду твиттер, в котором просто переделываю попсовые песни. И я иногда смотрю на это и понимаю, что мне кажется, это зачастую очень неплохо звучащим. И, наверное, порыв сам по себе, он все равно первичен. То есть, когда это происходит прямо внезапно. И неважно, он может быть нелепым, смешным, или очень серьезным, глубоким. Но если он происходит, его видно, он чувствуется. А как ты думаешь, почему поэтов зачастую воспринимают как неких пророков? Я думаю, что поэзия — это такая штука, в которой ты не можешь предугадать, к чему она приведет. Я не контролирую стихотворение, когда оно пишется. Я не знаю, чем оно закончится и какой у него будет смысл. И есть стихотворения, которые я написал, и которые, мне кажется, я почти сразу же перерос, и я их уже не воспринимаю. Но есть и те, которые я написал давно, но которые я могу прочитать сейчас и понять, что в них открыть что-то совсем другое. Это не только со мной так происходит, но и многие люди, с которыми я на эту тему разговаривал, они тоже это чувствуют. Поэтому пророков воспринимают потому, что это сочетание таких вещей, которые невозможно было до этого предугадать. И то есть это просто случайность. И эта случайность так совпадает, что действительно становится пророчеством. Мне, честно говоря, кажется, что многим людям так легче воспринять какие-то смыслы о жизни, о смерти и так далее. То есть, грубо говоря, в плане каких-то аллегорий, метафор. Люди любят метафоры просто. И вообще это такая тема, что я просто не люблю в целом эзотерику. Я не люблю все, что касается... Ну, мне вообще кажется, что врач не должен ориентироваться на такие вещи. И в этом смысле, наверное, мне ближе все-таки позиция именно такой вот случайности, которая в стихах может что-то в будущем отразить. А интерпретировать люди склонны многие вещи. Есть люди, которые слушают наши песни, например, там даже очень старые. И им кажется, что вот это настоящая наша группа. То есть, вот так оно должно быть. Но я понимаю, что, конечно, я из них вырастаю. То есть, я чувствую, что там совсем не тот уровень, на котором мне сейчас комфортно находиться. Но в то же время у всех по-разному это в голове происходит. Насколько часто вот к тебе обращаются твои поклонники? Или твои друзья из мира музыки, да? Музыканты, может быть. Ты ведь написал пост в соцсетях, а ведь твои соцсети, я думаю, поклонники читают в большом количестве. Тут видишь, я думаю, что у меня вообще довольно специфичная ситуация, потому что я изначально пытался все эти вещи оградить друг от друга. То есть, у меня была специально там страница ВКонтакте еще давным-давно. Она была специально с этой вымышленной фамилией, с псевдонимом, чтобы люди... Люди часто ищут своих врачей в сети. То есть, чтобы как бы интернет был связан с музыкой, а я был бы просто таким врачом, который спокойно себе мирно трудится и все. Но проблема в том, что в какой-то момент, я проработав вот три года в обычной городской больнице, так случились обстоятельства, что я... Ну, мне предложили должность заведующего отделения неврологическим. И я, конечно, был в шоке от этого, потому что я, в общем-то, молод, и мне казалось, что я не готов к такому. Но в какой-то момент я понял, что нельзя отказываться, нужно просто развиваться, на самом деле, расти. И это было лучшее решение, потому что за два года от того, как я вот руководил отделением, я как врач очень сильно вырос. Я смело могу это говорить, потому что я, ну, я полюбил то, что я делаю. И сейчас, когда, если меня просто вот остановить и спросить, кто ты такой, там, да, музыкант, врач или, там, не знаю, инвестор, я понимаю, что в первую очередь, конечно, врач, да. И, отвечая на этот вопрос, все это вылилось в большое количество людей, которые, в общем-то, так или иначе все равно в сети меня находят именно как врача, узнают про то, что я играю в группе. Есть люди, которые, там, приходили на концерт, узнают, что я врач. И все это слилось. И сейчас я понимаю, что я уже, я пишу, там, иногда какие-то заметки, там, я могу выкладывать свои стихи, которые я всегда, там, публиковал. И пишу иногда даже что-то на, там, врачебные темы. И, да, ко мне обращается много людей. Даже, я думаю, что, ну, не афишируя, могу сказать, что много наших общих знакомых, да. И, и я считаю, что это неплохо, потому что знакомый врач, это всегда хорошо. Я всем, ну, то есть я никому не отказываю. И всегда всем готов помочь, чем я могу помочь. У меня были ситуации, когда я смотрел людей в гримерке. И, как бы, ну, да, такое возможно. И это немножко, как бы, курьезно, но в целом, мне кажется, это, ну, вполне себе. Слушай, а ты вот сейчас обмолвился о том, что, типа, я не знаю, кто я там больше, музыкант, врач или инвестор. Вот про инвестора я вообще ничего не знаю. Что это такое? То есть если про врача и музыканта я как бы знал, то про инвестора мне... Куда ты инвестируешь? Слушай, ну, это, наверное, последние года два я... Ну, я просто увлечен темой того, как функционирует финансовая система в мире. Это произошло случайно, потому что я не обладаю большим количеством денег, чтобы что-то там такое делать. Но тут просто... Если чуть-чуть в эту сторону поинтересоваться, то мы поймем, что мы сейчас находимся в такой фазе развития экономики и вообще, да, вот экономик мировых, что такого, как сейчас, не было никогда. Такого количества долгов, такого количества, да, там, как бы переоцененных активов. И просто мне стало интересно наблюдать за этим и понимать, что, как бы, к чему это может привести. И тут, знаешь, нужно сказать о том, что все эти вещи, медицина, фондовый рынок, там, да, и там поэзия, они очень сильно пересечены. Это со стороны кажется, что, как бы, в чем тут разница, как, там, музыкант может ориентироваться, да, там, в акциях и облигациях. Но фондовый рынок вообще отражает в целом общество и то, как оно функционирует, и его какие-то психологические аспекты. И он работает по таким хаотическим законам, которые в нашем обществе, в общем-то, точно так же и присутствуют. И эта же самая ситуация находится и в, там, многих системах, даже, там, не знаю, нервной системе. Если мы посмотрим, как работает, там, не знаю, клетки мозга, мы увидим сходство с работой, там, не знаю, графика каких-нибудь вещей на фондовом рынке. Кажется, что это несравнимые вещи, но они сравнимы. И об этом даже писал Бенуа Мандельброд, да, то есть наш последний сингл назван в части этого математика. Это закон фрактальной геометрии, о том, как, в общем-то, сложные системы функционируют. Я очень люблю эту тему, и она, мне кажется, самой такой интересной, потому что это пересечение многих дисциплин, практически таких, ну, всех вещей, которыми я занимаюсь, они все сходятся вот в этой точке. Как инвестор, я просто, как бы, я слежу за фондовым рынком, мне интересны некоторые области, там, в основном, фармакология, потому что, как бы, я в ней чуть-чуть больше понимаю. Мне интересен бизнес, как работают фармкомпании, как они, что они продают, как они это, там, используют, как они развиваются. И этот взгляд на мир, да, в целом, он дает очень много именно с точки зрения просто еще одного угла обзора на то, что происходит вокруг. Есть мнение, что нынешняя мировая финансовая система – это большой мыльный пузырь. Вот, когда появились, ну, электронные деньги, да, то есть вот эта вся тема очень сыграла в эту сторону. Ну, я уже молчу о том, что, там, есть мнение о том, что, там, доллар, там, да, это, вот все это раздутое. Твое мнение вообще, что в ближайшее время может произойти с деньгами, как таковыми? Ну, это очень общий такой вопрос, на который нельзя ответить как-то однозначно, да. Безусловно, сейчас мы наблюдаем за тем, что на рынках, на большинстве рынков, был обвал, который случился в марте, да, и после этого рынки, там, достаточно быстро выросли. Особенно это касается американского рынка, потому что он фактически уже перешел этот свой высокий уровень, который был в марте. И все это происходит из-за того, что, в общем-то, американские регуляторы, а Америка самая большая экономика в мире, мы все от нее зависим, да, они, в общем-то, вкачивают в систему огромное количество денег, огромное количество ликвидности, поддерживая тем самым вот этот уровень. Но все эти деньги, проблема в том, что они не доходят до конкретных каких-то зон, в которых они должны работать, а они снова оказываются ввлечены в либо долговой рынок, либо в рынок фондовый, да, в рынок акций. И мы наблюдаем момент, когда мы не знаем, доколе это будет происходить. И действительно, да, как бы я думаю, что будет какая-то жесткая коррекция, будет какой-то, возможно, обвал. Но фундаментально я не уверен, что там какой-то крах доллара, да, или там что завтра все криптовалюты станут фантиками. Я думаю, что этого не произойдет. Тем более, что у нас, в общем-то, все равно, как ни крути, в истории были моменты, когда тоже были большие переоцененности, они так или иначе корректировались и двигались дальше. Поэтому здесь просто мы находимся в небывалой вот этой ситуации рекордного долга. Все страны очень сильно должны, должны друг другу, должны сами себе. И поэтому, ну, когда-то же мы должны за это ответить, да. И поэтому в этом плане действительно ситуация интересная. Ну, то есть у тебя мысли нет. Я хочу просто совместить сейчас две вещи, о которых мы говорили, что вот эта вся тема с пандемией, это есть некое начало вот этой корректировки всей. Знаешь, есть такой известный очень, да, в мире философ, трейдер, да, Насим Талеб. Он написал книжку «Черный лебедь» и много других книжек. И вот, ну, там довольно простой принцип, да, что мы не можем, исходя из прошлого, прогнозировать будущее. То есть мы можем что-то пытаться посмотреть, но будущее все равно будет всегда немножко другим. Как раз, ну, там предыстория, что раньше считалось, что все лебеди белые, пока не нашли черного. Черный всегда существовал, просто мы о нем не знали. Он пришел оттуда из зоны неопределенности, да. Поэтому коронавирус – это, в общем-то, черный лебедь, классический, да, которого никто не предугадывал, но он пришел и сильно изменил все сферы жизни. Телемедицина развивается потому, что люди не могут, больные не могут попасть в больницу, им проще встретиться с врачом так. IT-компании растут и тащат за собой фондовый рынок, потому что IT-компании защищены от воздействия коронавируса. Поэтому все это резко вот так вот как бы сместило все акценты, но в то же время это дало толчок определенным зонам. То есть они, наоборот, от этого расцвели, другие умерли, система перенастроится и будет двигаться дальше в новом ключе. Уговорил. Если я правильно тебя понял, то ты больше атеистически настроенный человек, да, сейчас в истории? Конечно, да. Я стал атеистом не так давно. Я, в общем-то, из религиозной семьи, и я долго, ну, как бы, просто в какой-то момент я работая, да, активно с пациентами, сталкиваясь с разными ситуациями, с которыми любой врач сталкивается, и постоянно читая литературу, да, я понимаю, что я не нуждаюсь в этом. Мне не нужны дополнительные объяснения, да, и мне кажется, что для врача это принципиально, честно говоря, потому что все домыслы, все интерпретации, все эти вещи, они хороши, но на уровне психотерапии, на уровне какого-то там серьезной работы, они мешают. Ну, а как ты относишься к тому, что, я хочу процитировать там знаменитую фразу профессора Преображенского, что врач должен идти параллельно с природой, а не приоткрывать... В том-то и дело. Приоткрывать зази. Параллельно с природой. Смотри, травинка в огромном газоне, да, она не сильно задумывается о том, почему она в нем находится, да, и что, зачем она живет, да. То, что мы пытаемся интерпретировать, там, думать о Боге, там, как-то что-то делать для себя, объяснять те или иные явления, да, для этого. На уровне нашего мозга, на уровне вот таком вот, да, на уровне одного сознания, это имеет смысл. Но как только мы масштаб меняем, я думаю, что это только как бы одна из возможных ситуаций, как объяснить все происходящее. И если мы идем с природой, то мы идем с эволюцией, то мы идем с тем, как устроен мозг, и, к сожалению, в мозге нет органа, который бы был ответственен за вместилище души. К сожалению, души нет. Поэтому для многих людей это кажется неправильным, и я никого не переубеждаю в этом. Я не говорю, что там все должны мыслить, как я. Просто именно с врачебных позиций, мне кажется, это правильная ситуация. Хотя я знаю врачей, которые, в общем-то, придерживаются других точек зрения. Если им так удобно работать, если им так комфортно, почему нет? А случилось что-то в твоей жизни, после чего именно ты стал, так думать, ты говоришь, что ты из религиозной семьи, то есть, может быть, произошла какая-то ситуация? Скорее, это был просто набор ситуаций. Я просто... Есть такой, как бы, ученый, Роберт Сопольский. Его один раз тоже спросили, такой же вопрос, типа, о том, что... Как он пришел к атеизму, да? И он сказал, что это было, как будто у тебя в голове загорается лампочка. То есть, ты просто просыпаешься однажды и понимаешь, что ты один во Вселенной, и нет ничего. Нет никакого Бога, нет никаких, там, не знаю, высших сил, нет никакой судьбы, ничего нет. Потому что ты — это просто, там, это биология. И это неплохо, и это не страшно, да? Это... это естественно. И ты, как бы, просто до этого доходишь и понимаешь, что, ну, тебе так легче. Поэтому, наверное, ну, я действительно думаю, что для меня это тоже как некое открытие, которое со мной случилось. И я считаю, что это хорошо. Опять же, кстати, Роберт Сапольский, могу... Вот ты иногда просишь в интервью порекомендовать что-то. Роберт Сапольский записал... Ну, вернее, не он записал, а люди какие-то записали лекции в его... в Стэнфордском университете. И энтузиасты их перевели. Это лекции по биологии поведения человека. Он говорит нескучно, говорит очень круто. Это одна из лучших вещей, которые можно посмотреть. И она сильно объясняет, на самом деле, как мы... как мы устроены. И если есть люди, которые думают, что у нас есть свобода воли, мне тоже хочется немножко иронично на них посмотреть, потому что, к сожалению, биология говорит нам, что не совсем так. Кирилл, насколько я знаю, вы ездите во всяческие туры и на гастроли в основном, когда находитесь в отпуске. Вот, то есть, на самом деле, это в нашей сфере, мне кажется, такой редкий случай. То есть, либо музыканты, которые ездят на гастроли, они не работают, либо они работают и на гастроли не ездят. А вы прямо вот несколько лет целенаправленно, там, раз в полгода, или там, раз в какой-то промежуток времени. То есть, я так понимаю, весь отпуск тратите именно на это. Да, но это, на самом деле, а как еще? Да, как иначе? Потому что, если ты... если ты занят, там, преимущественно, да, у тебя работа построена, что ты не можешь работать удаленно, да, то есть, вариантов других нет. Ты можешь взять отпуск, и, да, в это время можно поехать и сыграть какие-то концерты. Но, конечно, мы ездим иногда и в выходной, иногда мы, если это недалеко, да, мы можем даже, там, в пятницу у нас бывают концерты вечером, и это, мне кажется, лучший день для концертов, потому что, ну, так довольно часто происходит. Но, конечно, как бы отпуск, это единственная возможность для таких музыкантов, которые и работают, и что-то делают музыкальное. Это единственная возможность куда-то поехать далеко. Ну, а вообще в таком ритме как бы сложно или тебе это нормально? Слушай, я думаю, что, понимаешь, мы сейчас стали меньше ездить и стали меньше ездить осознанно, потому что есть такой момент, то есть, организовать концерт несложно. Организовать концерт можно в любом городе, и, ну, практически в любом, везде есть какие-то знакомые знакомых, которые там будут рады тебя привезти, и там все сделать, как бы это интересно, классно. И мы так поездили, но есть один нюанс, как бы ты просто ездишь по стране, на тебя приходит какое-то там небольшое количество людей, но в целом это довольно, ну, такое занятие, мне кажется, оно не совсем корректное, не совсем правильное. Хотя много музыкантов так делают всю свою жизнь и живут на это, и жить на это можно. Но, мне кажется, сама картинка перевернутая получается, потому что по факту ты должен сначала сделать какой-то продукт, который люди хотят слушать по всей стране. И когда ты едешь с ним, и ты реально понимаешь, что вот ты едешь, потому что, ну, вот там, да, там есть много людей, условно говоря, хотя это спорный вопрос, безусловно, сколько считать много, кто-то говорит, что я готов ехать и для двух людей там, да. Это замечательно, но это путешествие, в первую очередь это приключение, путешествие, да. Но если это концерт, ну, все-таки, да, мне кажется, что должна быть какая-то оправданность пути. И поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы ездить и выступать вот так, но, с другой стороны, это все-таки, ну, для нас такой этап, который мы, в общем-то, прошли, и хочется делать что-то дальше. Мне кажется, что лучше сыграть один концерт, там, в каком-то одном большом городе, но это будет офигенный концерт, тот, который все ждут, и ты сам ждешь, и ты показываешь там что-то, что ты делаешь. Поэтому, и опять же, да, конечно, если ты весь свой отпуск тратишь на тур, с одной стороны, это здорово, но, с другой стороны, ну, это твой единственный отпуск, да, и если ты хотел что-то сделать еще, то этого не сможешь сделать. В этом плане, я думаю, что музыка для нас, да, она тоже эволюционирует, то есть мы больше сейчас удивляем времени записи, мы делаем какие-то вещи, именно там, внутри студии, да, и пытаемся их довести до какого-то такого логического завершения. Мы пытаемся пробовать что-то принципиально другое, да, например, рэп, потому что последний сингл это, в общем-то, рэп, а не там, инди или рок, или то, что... Я вообще считаю, что-то, вот в каком мы жанре играем, я не знаю. Ну да, да, согласен. Позиция, что в 2020 году группе нужен жанр, не знаю. Поэтому вот так, да, то есть, да, действительно, поехать куда-то далеко можно только в отпуск, но нужно ли? Это вопрос. Но вот ты сейчас говорил о какой-то оправданности. Есть какая-то цифра, с которой для тебя начнется эта оправданность? Да, слушай, цифры нет, есть ощущения. Так же, как с фестивалями, нет, ну ощущения понятны, ну как бы ты вот говоришь, что там, если бы вот там какое-то большое количество людей, вот и так далее, то есть, грубо говоря, там в каждом городе приходит там 300-500 человек, это уже... Да нет, нет, ну это уже, это уже слишком хорошо. Нет, нет, тут, да, не измеряется не количеством людей, измеряется все равно, как бы, ну, условно говоря, есть какое-то общее ощущение от того, что ты делаешь, да, ну, вот я тебе приведу такой интересный пример. Есть Грушинский фестиваль. Мы выступали там один раз, мы были там один раз, я даже занял там место, мы отлично съездили, очень круто. Мы выступали на четырех, по-моему, сценах, мы познакомились с людьми, там, не с большим количеством, но все-таки, да. Но в то же время, вот нас звали в следующий раз на Грушинский фестиваль, и мы сели, подумали об этом и приняли решение не ехать. И на нас многие люди обиделись за это, типа, ну, как вам там предлагают поехать, а вы не едете. Но я, например, считаю, что я просто как бы не очень понимаю, то есть мы, во-первых, все-таки, да, мы стремимся немножко, ну, то есть нас можно с натяжкой отнести, конечно, к бардовской музыке, но все-таки мы не совсем там в своей тарелке себя чувствуем. Во-вторых, мы там были, мы видели все, что там происходит, мы, там было много людей, да, но в то же время, если у тебя есть некий выбор, да, то есть, как ты можешь провести это время, ты можешь его провести в студии, что-то записав, ты можешь провести его там, что-то для себя открыв и почитав, ты можешь съездить на другой фестиваль, принципиально другой, фестиваль рейва, там я не знаю где-нибудь. И если у тебя есть такой выбор, то скорее всего мы в данном случае выберем то, где мы еще не были, то, где будет что-то другое, то, что будет принципиально иным. И тут вопрос не в количестве людей, а именно вот в этом ощущении того, что уместен ли ты здесь, в конкретном месте. Ну, то есть, получается, что какое-то количество зрителей, если бы оно возрастало, оно бы не повлияло на твою, например, работу как врача, да? То есть, получается. Или в какой-то момент ты просто можешь сказать, ну, окей, все, в каждом городе по 300-500 начали ходить, надо, короче, заниматься только этим, все бросаю, короче. Да, был такой момент. Один раз мы выступали, выступали в таком маленьком городе, который называется Палих. И там был день города этого, и мы выступали там на стадионе, вот, единственный раз, когда мы выступали на стадионе. И, в общем-то, и мы после этого, значит, нашего фееричного выступления, там есть такой, типа, прудика или озеро какого-то в центре. И, в общем, мы сели там, и на волне, значит, вот такого выступления, там все, мы сели, и я говорю, ребята, ну, че, как бы, давайте уже, хватит, увольняемся и как бы фигачим через все. По стадионам. Да, И, но это было, было довольно давно, это было, не знаю, может быть, года 4 назад, что ли, вот. И я еще тогда, у меня не было вот этого повышения в должности, пусть и временного, да, потому что коронавирус все разрушил, вот. Но, то есть, как бы, на тот момент я понимал, что, наверное, такое возможно. И самое смешное, что Никита сказал, что, ну, как бы, блин, давай, че, как бы, да, вот там, планировать график репетиций, график концертов, там, все будем делать. Вот. А Фил сказал, что, ну, как бы, ребята, там, вот, знаете, там, я, там, надо подумать. Вот. И, ну, мы так, как бы, эту идею вроде обговорили, протрезвели потом, и, и все равно, ты, когда ты попадаешь в, опять, как бы, в следующие свои части жизни, ты понимаешь, что, ну, например, я не могу от этого отказаться, потому что я не знаю, что мне приносит большую радость, то есть, как бы, для меня это, это не разные процессы, это один процесс, просто здесь ты стоишь в халате и лечишь человека, а здесь ты стоишь с гитарой и поешь человеку песни, но это один и тот же человек, это делаю я, и, как бы, я не вижу смысла что-то отрубать и отрезать, потому что, ну, как бы, я просто все равно потеряю что-то. Поэтому, да, когда ты был маленьким мальчиком с гитарой, было круто думать о том, что однажды ты с этой гитарой, там, мир завоюешь. Сейчас я понимаю, что нет смысла что-то завоевывать, нет смысла что-то делать, потому что ты уже, все, что ты хотел, ты уже сделал, ты уже занимаешься вещами, которые тебе в кайф. Очень клевая позиция, очень клевая и очень понятная. Вот ты сейчас говорил про Никиту, мы уже профила погружали, ты знаешь, у меня когда-то было такое очень интересное ощущение, когда Никита же у вас раньше играл на бас-гитаре, а потом он в какой-то момент переучился и стал играть на клавишных инструментах, да, причем не умея играть, то есть он за какой-то период времени просто раз... У него с бас-гитарой было так же. Да, то есть он просто взял и вот, ну вот в группе мы решили, что нужно играть на клавишах. И я вот раз и освоил этот инструмент и теперь я на них играю. И, блин, это очень клево. Расскажи, вообще, я так понимаю, что он кроме музыки занимается чем-то, чем-то, да. чем-то связанным с тестированием программного обеспечения. То есть он чем-то я понял, противопрограммист, айтишник, вот эта вся тема, да? Наверное, да. То есть ему, наверное, проще всего с удаленной... У него удаленная работа, да. Ну, видишь, я должен сказать, что, во-первых, мы все играем на музыкальных инструментах не очень. Это, ну, я не скрываю этого, глупо это скрывать. Смысл нашей музыки не в умении играть на музыкальных инструментах. Я хоть и закончил музыкальную школу по гитаре, но я ничего из того, чему я там научился, кроме какой-то, там, не знаю, основы совсем уж банальной, ничего этого не использую. Все остальное я играю, потому что так же, как и, в общем-то, все. И просто, ну, мы в какой-то момент захотели, вернее, Никита, кстати, был инициатором этого, он просто захотел, чтобы у нас появились клавишные. Он пошел, купил клавиши, пошел к преподавателю, позанимался с ним там сколько-то, начал играть. И он не феноменальный клавишник, но при этом, как бы, вся наша структура песенная, да, она все равно строится от такой, как бы, идеи просто удачного сочетания, да, то есть, всех этих вещей текста, там, и наших инструментов. То, как мы играем сейчас, нам, в принципе, нравится, при том, что у нас есть другая проблема. На записях мы используем в основном синтетическую музыку, то есть, мы сейчас занимаемся преимущественно электронной музыкой. И мы не можем ее сейчас сыграть, потому что у нас не хватает все время навыков и толка, да, как это правильно сделать. Мы все время к этому идем. Вот. Но даже в акустическом таком варианте в целом смысл не, даже не, там, не в партиях и не, даже не в тексте. Смысл в удачном сочетании всего этого. Иногда оно получается, иногда, там, не очень получается, но, как бы, мы набираем все время, вот, доходим до какой-то вот этой вот стадии, когда нам, нам это нравится и с этим работаем. Вот. Филипп, кстати, он же изначально играл на гитаре, потом он начал играть на флейте, потом он начал играть на кларнете, потом он решил, что нужно играть на саксофоне, сейчас он, вот, на грядущем концерте будет играть на бас-гитаре и плюс к этому он написал клавишные партии для некоторых песен. Поэтому, как-то так. Прикольно. Кирилл, ты вот уже говорил, что достаточно непросто определить вашу стилистику и я абсолютно согласен, но, если посмотреть на фестивале, на которых вы выступаете, то, как правило, это фестивали авторской песни, так или иначе. Да. Вот. И на твой вообще взгляд, насколько эта сфера сейчас жива, насколько она интересна, интересна ли она тебе? Слушай, ну, вот, так же, как с жанрами, я не вижу смысла подразделения на жанры, хотя оно, безусловно, существует все равно, в головах, по крайней мере. Так же и с вот этими вещами, да, то есть, ну, да, мне, безусловно, интересны некоторые исполнители, да, мы все их прекрасно знаем, они все, в общем-то, у многих уже брал интервью, но для меня они не отделимы от другой музыки, тоже российской, которую, кстати, мне кажется, что сейчас в русской музыке происходит масса замечательных вещей, да, и, да, опять же, непонятно, почему мы должны ограничивать себя русской музыкой, да, для меня альбомы, там, и записи музыкантов, там, поющих на других языках или вообще не поющих, имеют равнозначное значение, да, поэтому, что касается авторской песни, да, она существует, кто-то за нее борется, кому-то она, там, вот, именно кажется там каким-то вот таким отдельным искусством, мне кажется, что, ну, да, есть, как бы, люди, которые вот себя к этому относят, я себя к этому не отношу, хотя я, безусловно, автор и песни пишу, да, что касается фестивалей, фестивали, мне нравится в целом, как бы, идея, но она, мне кажется, что она сильно разнится от того, кто, как это организует, есть фестивали с очень грамотно построенной организацией, с хорошей рекламой, там, с хорошим составом, с какими-то вот, на которых все выстроено, то есть видно, что люди работают над тем, чтобы сделать это, но в то же время бывают, именно в среде фестивалей, вот, авторской, да, песни, есть фестивали, которые, в общем-то, ну, они больше держатся на энтузиазме, и я думаю, что, ну, это не совсем правильно, потому что я, у меня, например, не хватит энтузиазма для того, чтобы это вот полюбить в такой ипостаси. Поэтому, я думаю, что надо выступать на разных фестивалях, не только авторской песне, и то, что мы оказались среди этой культуры, да, мы ценим ее, она нас в каком-то смысле вырастила, да, вырастила, как людей, которые именно занимаются вот текстом и музыкой, то есть их сочетанием, но в то же время не в этом сила, сила в других вещах, да, она именно в какой-то метафизической части, да, должно быть разное. Я могу сказать, то, что вас в основном зовут играть, ну, я думаю, что в процентах в 95, а если не больше в случаях, именно на такие фестивали, то смысл как раз в том, что люди ценят в основном какую-то словесность в твоих песнях, да, то есть именно не вот эту всю там электронику, ты хочешь, там можешь, конечно, там сделать мегаэлектронный альбом и там все там туда притулить, понимаешь, мега круто это сыграть, но им интересен как раз вот этот твой посыл. Я тебе приведу пример такой, вот есть исполнитель российский, Синек Даха Монтак, и это человек, который, в общем-то, тоже на концертах играет под гитару, и да, он работает с текстом по-другому, у него текст это еще один инструмент, который он, в общем-то, ну, так многие группы делают, но здесь это, мне очень нравится то, что он делает, мне кажется, это очень интересно, да, и вот эта грань того, что вот это у нас авторская песня, а вот это не авторская песня, она меня сильно раздражает, потому что, да, ну, как бы не знаю, опять же, я не думаю, что я великий поэт, да, мы прекрасно понимаем, что у нас есть авторы гораздо сильнее, и гораздо, как бы, которые в этом флагманы, они идут в эту стезю, мне кажется, что нужно избавиться от каких-то вот этих рамок, которые все равно присутствуют, да, классно выступать на авторских фестивалях, но классно выступать и на других, и на фестивалях танцевальной музыки, и на каких-нибудь, не знаю, рок-фестивалях, да, и наша, как бы, изначальная позиция в том, что мы, в общем-то, и хотим делать по-разному, делать, делать, да, делать интересно. Кстати, мне кажется, что у тебя, у тебя ты отчасти, может быть, находишься или находился в подобной ситуации, потому что твоя музыка тоже, в общем-то, очень разнообразна в этом плане. Ну да, но я говорю опять же, если коснуться моих песен, то ситуация была примерно вот такая, как я тебе сказал, то есть ты можешь там туда прилепить всю там всевозможную электронную составляющую, но в основном почему-то люди ценят именно как раз текст, песню саму. Ну хотя мне лично интересно просто заниматься электронной музыкой, поэтому я делаю это исключительно из этих соображений. Вот и все. Я думаю, что у вас примерно такая же ситуация. Конечно, конечно. Спасибо, Кирилл. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok